Крайняя степень отчаяния заставила жильцов дома по улице Евтысова обратиться за помощью к телеканалу «Север». Некогда благоустроенный зеленый двор уже год находится в состоянии хаоса, отвечать за который никто не спешит. Обращения в различные инстанции ни к чему не привели. Поэтому искать ответ на вопрос, когда жители домов по улице Евтысова будут жить в уютном дворе, пришлось нашей съемочной группе. Год назад в этом дворе была зеленая аллея и детская площадка, а на земле лежали бетонные плиты. Первые деревья посадили здесь сами жильцы, они же соорудили для своих детей игровую площадку. На протяжении многих лет благоустраивали и поддерживали здесь чистоту своими руками. Конец уюта во дворе дома номер 3 по улице Евтысова, как-то непарадоксально, положило тоже благоустройство. Летом прошлого года, согласно муниципальному контракту, Горгаз провел здесь работы по модернизации сетей водопровода и водоотведения. Благие намерения обернулись для жителей двора хаосом. Бетонку убрали, бетонные плиты были убрали и проводили канализацию, к общей канализации, чтобы все работало без сепсиков, как говорится, все было общей канализацией. Ну что, теперь разрыли, все это осталось. Обещали нам сделать осень, хотя бы засыпать гравием, чтобы можно было проехать и пройти. Но, как говорится, в основе не там. Мы куда только не обращались, и в администрацию, и в ту компанию, которая это все делала. Все перерыли, все переломали. Яму даже не зарыли. Ничего не зарыли. С наступлением лета проблема только усугубилась. Земля проваливается под ногами, во дворе постоянно застревают машины, а такси и вовсе отказываются заезжать во двор. Ветра разносят сухой песок, засыпая подъезды. Детям невозможно, ну некуда выходить, на самом-то деле. Мы вот, например, ходим, да, туфли не одеть, в сапогах ходим. С ребенком я с коляской не могу пройти. У меня мама, например, инвалид первой группы, на инвалидной коляске не пройти здесь. Это вообще безобразие какое-то. Отстоять удалось только зеленое насаждение у подъездов. Бетонным памятником во дворе остались лежать огромные плиты. Но больше всего жителям жаль детскую площадку. Ее варварски разобрали и увезли в неизвестном направлении, сказав, что по плану ее вообще не должно быть в этом дворе. Мужчины сами строили эту площадку. Складывались деньги, заказывали трубы. Было две качели, горка была, песочница была. Дети играли. Они тут на виду у нас. А сейчас вот маленький ребенок, он должен уйти. На плитах прыгать? Да, плиты здесь, там. Я говорю, качели мы сами руками своими делали. Я доставал, ребята сваривали, трубы тут все доставали сами с металлолома. Делали, качели, все было. Полностью площадка была чисто оборудована. Дети играли на глазах и никуда не… как все было хорошо. Но сейчас это, посмотрите, это варварство просто. Вернут ли на место детскую площадку, пока неизвестно. Все, что на ней было, рабочие спилили болгарками, говорят жители. Как бы там ни было с игровой площадкой, благоустроить двор Горгаз обязан по условиям контракта в срок до декабря текущего года. Плиты, которые сняли, установят обратно. Там, где необходимо, положат бетон. В Горгазе пообещали, сделают все, как было. Пока же подрядчик ждет ордер на проведение земляных работ от городского управления архитектуры. В настоящее время нецелесообразно, не имеем возможности, потому что работа там не закончена. И мы и дальше будем проводить земляные работы, подводить канализацию в дом непосредственно. А в какой дом? По номеру? Ну, вот Евтысово в том числе. Третий. Там наружные колодцы установлены, внутренние сети еще не приведены. Поэтому после получения ордера мы будем продолжать работу. Только после этого будем заниматься благоустройством. Сейчас нет смысла, мы опять все заново вскроем. То есть все заново, как и в прошлом году, будет скрываться. Именно та территория, о которой я сейчас говорю. Там не была детская площадка. Все заново будут скрывать, но проводить сети? Да. Проводить сети уже непосредственно в дом. И только после этого будут восстанавливаться дорожное полотно, мостки. Ну, где еще разобраны. В том числе и детскую площадку. Эти все работы запланированы, они по проекту есть и выполнены. Ну, это, наверное, конец июля-август. Ордер на проведение земляных работ в Горгазе планируют получить уже на следующей неделе. Сразу после приступить к работам. А пока жителям по улице Евтысова остается только ждать, когда их двор станет таким, как и прежде, и, возможно, с детской площадкой.